Я, может быть, вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты Тумберг. Вы знаете, то, что молодые люди, подростки, обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии, это правильно и это очень хорошо. Их, безусловно, нужно поддержать. Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения. Особенно плохо, если на этом еще кто-то пытается зарабатывать. Я не утверждаю, что это тот самый случай, но внимательно нужно будет следить за этим. Ведь никто, Гретья, не объяснил, что современный мир сложен, многообразен, быстро развивается. И люди в Африке, либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции. А как это сделать? Заставить их использовать сегодня энергию Солнца, которой в Африке достаточно? Кто-нибудь объяснил, что это стоит? Вот сейчас коллега только говорил о нефти. Известно всем, наверное, что нефть является источником номер один в мире в энергобалансе. И что она сохранит свои преимущества в таком виде, качестве в ближайшие 25 лет. Это данные мировых экспертов. Да, она будет потихонечку снижаться. Да, гораздо быстрее будут расти, будут возобновляемые виды энергии. Это всё правда, и мы должны к этому стремиться. Но на сегодняшний день это доступная технология для развивающихся экономик и развивающихся стран. Малодоступная. Но люди хотят там жить так же, как в Швеции, и их не остановить. Пойдите, объясните им, что они должны ещё прозябать в нищете лет 20-30, и их дети будут в нищете. И объясните им. Вот всё должно быть всё-таки по максимуму предельно профессионально. Конечно, эмоции неизбежны. Но всё-таки, если мы хотим быть эффективными, то мы должны быть профессиональными. И я уверен, что Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать всё, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации. Должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушать личность. Вот я о чём хочу сказать. Но в целом, конечно, мы не можем не поддержать тех идей, которые связаны с развитием возобновляемых источников энергии. Надо только исходить из реалий и, подталкивая этот процесс, а я сейчас в своём выступлении говорил о том, как мы это делаем в России, мы не только подписали и завершаем процесс имплементации по решке соглашения. Мы внутри страны ещё предпринимаем целый ряд шагов, направленных на то, чтобы ограничить выбросы, на то, чтобы развивать альтернативные источники. Делаем это в том числе инструментами налогового регулирования, создавая преференции для развития альтернативных видов источников. Газ развиваем как наиболее чистый углеводород. Но, повторю ещё раз, использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей, причём в достаточно жёстком эмоциональном варианте, считаю, неправильным.